А вы в курсе, что лето для детей это не только счастливая, но и опасная пора? Именно в период летних каникул, когда дети остаются без пристального внимания со стороны взрослых, тема профилактики травматизма становится все более актуальной. Актуальна эта проблема и для Сочи, ведь на Черноморской побережье летом со всех регионов страны на отдых и оздоровление приезжают десятки тысяч детей. Как оградить их от травм на суше и на воде, попытаемся разобраться сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. И сегодня гость нашей программы, кандидат медицинских наук, ведущий специалист, врач-травматолог-ортопед городской больницы номер 9 Игорь Шеламов. Здравствуйте. Здравствуйте, Игорь Викторович. Очень приятно, что вы пришли сегодня к нам в нашу студию. Ну, долгожданное лето пришло, дети ушли на каникулы и, конечно же, лето – это пора, когда мальчишки и девчонки особенно активны, свободного времени у них становится все больше, а надзора со стороны взрослых, родителей все меньше. Вот как это отражается и отражается ли на статистике по травматизму? Ну, безусловно, курортный сезон – это горячая пора для города во всех отношениях. Естественно, увеличивается количество населения приезжего и местное население, детское, освобождается от занятий в школе. Естественно, выходит на улицы, где начинает искать себе приключения и развлекаться, отдыхая от проведенных школьных дней. У нас за год регистрируется свыше 15 тысяч обращений в травмпункт, по статистике, это довольно много. Получается, что ежедневно около 50 обращений. Они все разные степени тяжести, но если сравнить зима и лето, практически в три раза и более увеличивается поток обращающихся. Ну, какие это виды травм в основном? Средней тяжести, очень тяжелые именно в летний период, если мы об этом сейчас говорим? Ну, слава богу, в основном это легкие травмы. Я сейчас говорю о статистике обращений, не о статистике госпитализации, потому что госпитализируются более тяжелые повреждения. А обращения, это, ну, сейчас население грамотное и чаще обращается к врачам, в этом свои плюсы есть. Даже при незначительных каких-то ушибах, паритах, царапинах, укусах домашних животных они обращаются. Поэтому, слава богу, большинство из них легкие. То есть на 15 тысяч обращений 1300 госпитализаций. Это один из десяти, которые нуждаются в госпитализации. Ну, как вам кажется, это хорошо, что все-таки люди обращаются даже при каких-то незначительных, с врачебной точки зрения, травме? Это правильно? Это свои плюсы и минусы определенные есть. То есть все хорошо в меру, все хорошо в норму. Если, скажем так, царапина, ушиб, безусловно, это все видно и очевидно, то, думаю, мгновенного обращения и вызова скорой нет необходимости. Если какие-то есть сомнения и, что называется, симптомы усиливаются, то, конечно, надо обратиться. Но как себя вести взрослым людям, если, допустим, ребенок получил какую-то травму, чтобы не навредить ребенку? Что нужно делать? Ждать приезда скорой? Самим вести или этого ни в коем случае не нужно делать? Во всем мире существует стандарт, это первая доврачебная помощь, и у нас должна эта концепция работать. То есть все знают, даже сейчас программу подготовки водителей включена, программа оказания первой медицинской помощи. Это доврачебная помощь, все ее знают, я даже на ней останавливаться не буду. В элементарных вещах нужно начинать оказывать помощь на месте происшествия сразу, не дожидаясь приезда скорой помощи, если травма, скажем, тяжелая. Но если легкая, то, естественно, можно транспортировать в лечебное учреждение. Сейчас, благо, везде есть медпункты и в санаториях различных, и на пляжах всех есть оборудованы. Поэтому здесь соответствуем общим стандартам оказания помощи. А травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий, детские травмы, насколько сегодня они характерны, насколько много таких у нас случаев в Сочи, и насколько они учащаются с приходом летних каникул также? К сожалению, да. Дорожно-транспортные травмы – это серьезная и мировая проблема, и у взрослых, и у детей. Она по статистике выходит даже на третье место по причине летальных случаев в связи с известными причинами увеличения транспорта, увеличения мощности транспорта, количества дорог, увеличиваются инфраструктуры и так далее. У нас за прошлый год зафиксировано было 256 дорожно-транспортных происшествий, которые обращались в нашу больницу. Они все регистрируются, сообщаются на пульт дежурному, мы их все отслеживаем, смотрим. Ну и естественно, летом, как любой травматизм, дорожный транспорт тоже возрастает в разы, в два-три раза. Здесь есть разные причины, которые зависят и от непосредственно детей и родителей, и от общих причин, от качества дорог, состояния транспорта и так далее. Летом количество транспорта растет. Особенность раньше была, было много пробок, то есть в пробках травму сложно получить, в этом плане даже какой-то был плюс. А сейчас скорости большие, как правило, повреждения довольно серьезные транспортные. Проводится профилактика с этой темой. Все работают, работники администрации города и службы дорожные, и ГАИ, и медицинские работники. В целом, в принципе, пытаемся сдерживать этот процесс, но не все от нас зависит. Что зависит от нас, мы стараемся оказать максимально квалифицированную помощь, максимально срочно. Есть стандарты, также мировые оказания, так называемые правила золотого часа. То есть по статистике, я даже не беру детскую общую, из погибших после ДТП большинство погибает в первый час при неправильном оказании или поздно начатом оказании медицинской помощи. Вопрос отрабатывается у нас на всех уровнях, в том числе и на скорой помощи, и в профильных учреждениях. Поэтому в этом плане у нас достигнуты неплохие результаты. У нас практически все дети, которые к нам поступают, летальность равна нулю. То есть мы до последнего, при любом случае, стараемся оказать максимальную помощь и довольно успешно. Есть ли какая-то специфика у Сочи, как у города-курорта по части травм? Допустим, в холодных регионах снег, гололед, люди часто падают с наступлением зимы и получают такие характерные для этих регионов травмы. Что у нас в Сочи? Какова специфика, травмы, которые характерны именно для таких жарких регионов с длинным летом, с наличием моря? Ну, специфика, как вы сказали, действительно климатическая. Это очень жаркое лето, и люди, которые к этому непривычные, имеют такие известные травмы, как тепловой удар и солнечные ожоги. Это всем известно, но каждый год все равно возникают новые пострадавшие с такими травмами. Ну и, естественно, наличие моря и водоемов, которых отсутствуют в других местах России, как правило. В районе пляжей, моря, речек также случаются специфические особенности. Плюс горная местность, которая тоже многие люди, которые живут на равнинах, они к ней не привыкли. И спотыкаются, падают, начиная с ступеней, кончая опорных стен, на экскурсиях каких-то с необорудованных площадок. То есть здесь, если места недостаточно оборудованы и неподготовлены, то риск имеется получения травмы больше, чем для человека с средним примативом. Давайте поговорим отдельно. Допустим, травмы, которые можно получить на воде. Как нужно родителям себя вести, если ребенок купается в море, где таит мореопасность? Помимо того, что ребенок может утонуть, не умея плавать или что-то еще, какие-то факторы могут повлиять на это. Что можно еще, какие травмы получить? На море можно все, что возможно получить, как жизнь показывает. Но прежде всего правило, что нельзя оставлять детей без присмотра, какими там они не были бы вам кажется самостоятельными, или какие там у них средства спасения на них не закреплены. Ребенок трудается в присмотре постоянном. Даже показывает практика, что отлучаются там мамы замороженным на минуту, куда-то еще, и потом можно своего ребенка не найти. Плюс, конечно, нужно обязательно на море, на водоемах с ребенком находиться только на специально оборудованных пляжах, где есть медицинский пункт, где есть изученный спуск в воду, где обозначены опасные места, где, как сейчас на всех пляжах городских, есть детская зона для купания. Многие очень любят нырять еще, допустим, с бун, с волнорезом. Чем это может быть чревато? Во-первых, на всех пляжах оборудованных написано огромными буквами. Не нырять. Запрещено. Прыгать с бун. Это все написано, но, видимо, на всех действует. К сожалению, каждый год один-два человека получают очень тяжелые травмы. Это, как называют, травмы ныряющие, как перелом шейного отдела подвеночника, с тяжелыми последствиями в виде полного поражения конечностей и даже смерти, может быть. Поэтому нужно соблюдать правила безопасности на воде. Я вот смотрю на всех оборудованных пляжах городских, это все подробно написано. Правила безопасности, правила поведения, как находиться с ребенком, оказывать первую помощь. Я вот даже, несмотря на то, что сам это знаю в совершенстве, не ленюсь, каждый раз читаю, смотрю, потому что, ну, это на самом деле моя работа. Это нужно знать всем. Если соблюдать все правила, какие указываются, они указываются для того, чтобы соблюдать, в конце концов, то травматизм можно свести к минимуму. Нырять, естественно, не надо, купаться в неположенных местах не надо, оставлять ребенка без присмотра не надо. Не надеяться на надувные матрасы, какие-то там подушки, которые, на них тоже, кстати, написано, что они только под присмотром аккредитованного специалиста могут находиться. В принципе, так можно отдыхать довольно безопасно. Ну, а с какими травмами чаще всего приходят те, кто любят покататься на велосипедах, скутерах? Сейчас средства передвижения масса, очень любят кататься и на роликах дети. Вот какие характерные травмы для любителей прокатиться на каких-либо таких видах транспорта? Есть для них специальные средства защиты на тех же скутерах, роликах. Есть наколенники, налокотники, разные там амортизаторы, фиксаторы. Надо ими тоже пренебрегать. Ну, и если ребенок не умеет этим пользоваться, не нужно идти у него на поводу и давать ему этим пользоваться, предварительно, желательно, ну, хотя бы там несколько часов, может быть, даже час с инструктором позаниматься, потому что все эти вещи, они, начиная даже от роликов, можно на роликах упасть так, что... Насколько серьезными могут быть травмы? Ну, серьезные могут быть вплоть до перелома черепа. То есть можно обойтись ушибом ссадины, да, можно поломать ногу, руку, или удариться головой об асфальт, что ребенок, который не может стоять устойчиво, ноги катятся у него, падает со всего роста головой, травма может быть очень тяжелой. Ну, хотелось бы отметить, что Сочи в этом году ждет более 6 миллионов отдыхающих. Цифра по Краснодарскому краю более 15 миллионов туристов. И многие на Черноморское побережье к морю приедут с детьми, дети приедут в лагеря, в краевые здравницы на отдых и оздоровление. И обеспечить безопасность детей и оградить их от разного рода травм – это задача, которую перед своими подчиненными ставит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом шла речь сразу на нескольких совещаниях, которые провел губернатор за последнее время. Одно из них – это селекторное совещание с Дмитрием Медведевым. Немало постов на эту тему и в твиттере Вениамина Кондратьева я процитирую. У Кубани в этом году туристический рекорд. Приедут почти 15 миллионов отдыхающих. Как обеспечить им отпуск без приключений – обсудили на совбезе. И еще один пост в твиттере. Прежде всего, дети. За ними нужен глаз да глаз. Как везут, где размещают, чем кормят. Чтобы к родителям вернулись здоровее, чем были. Ну и хотелось бы поговорить об операциях, которые сегодня могут проводить сочинские врачи. Какое есть оборудование для проведения операции. И какие операции уникальны, может быть, для Сочи или для отдельно взятых врачей. Вот сегодня есть возможность проводить на базе городской больницы номер 9. У нас как раз неделю назад телеканал Кубань-24 снимал репортаж. Как раз на базе нашей больницы, нашего отделения. Может быть, телезрители видели девочку, которая получила очень тяжелую травму. Ей грозила ампутация ноги. Так она на велосипеде удачно покаталась. Там обстоятельства травмы. Не знаю, требуемых маленьких. Три года было. Но, скорее всего, в цепь попала велосипедная, возможно. Мы показывали, что если раньше такую операцию сделать по спасению конечности, было, ну, практически шансы какие-то были. То теперь это мы делаем обоснованно. Уже таких сделаны операции несколько десятков. Мы делаем пластику, так называемую итальянскую, на питающем лоскуте. Вот при таких тяжелых травмах, повреждениях стоп, конечностей, когда просто оголенные кости. И мы... У нас имеется достаточно оборудование, и опыт, и квалификация. Вот мы закрываем эти дефекты, которые считаются очень сложными. Это операции в высшей категории сложности. Вот недавно такой сюжет был показан. Ну и тот самый сюжет, о котором вы говорите, я сейчас предлагаю посмотреть. Сюжет о чудесном спасении девочки, травмированную стопу которой сочинские врачи собрали буквально по крупицам. Смотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Софья. Как твои дела? Да. На очередной плановый осмотр маленькая Софья идет уверенным шагом. На рентгеновском снимке практически все так, как и должно быть у здоровой пятилетней девочки. Сейчас трудно даже представить, что совсем недавно, из-за несчастного случая, она едва не потеряла стопу. Травма повредила не только сухожилие, она все повредила. То есть не осталось тканей вообще. Все ткани, какие есть, они отсутствовали. За несколько месяцев Софа перенесла 4 сложные операции. Было как все в тумане, если честно. В тумане, но настраивала себя всегда думать о хорошем. Вот когда думаешь о хорошем, так оно все и получается. Ткани на травмированную стопу пришлось пересаживать с другой ножки. Главная сложность такого лечения, говорят врачи, заставить ткани прижиться. Для этого в ход пошел особый метод фиксации. Мы фиксируем устройство, которое проходит через кости и очень жестко держит соединенные конечности. Не позволяет смещаться к пересаженному трансплантату. При этом при всем, что за ребенком можно ухаживать, ребенок спит, играет, подвижный. Таким способом сочинские врачи спасли от ампутации уже десяток маленьких пациентов. После первой операции, говорю, сказал, что она будет и бегать, и прыгать, и в футбол играть. Единственная чемпиона мира по гимнастике не станет, ну а так будет обычным ребенком. Реабилитация девочки прошла быстро. Уже через несколько месяцев после операции она бегает, прыгает, катается на самокате, ходит на хореографию и даже примеряет мамины туфли. Любит всякие браслетики, бусинки. В общем, каблучки любит. По дому выходит, шагает, такая деловая. Говорит, мама, я уже доросла, буду на каблучках только ходить. Я говорю, хорошо. Мы ей даже купили туфли на каблучке. Пока девочка растет, за ее спасенной ножкой будут наблюдать врачи. А сейчас, чтобы окончательно избавиться от постоперационных шрамов, она проходит курс лечения в Мацесте. Ее это абсолютно не смущает, она на это даже внимания не обращает. Она про это все уже забыла, никаких неудобств она не испытывает, потому что все было сделано профессионально и в свое время. На днях Софу отпразднуют свой шестой день рождения. Подарок родителям она уже давно заказала – свой первый двухколесный велосипед. У нас, в принципе, оборудование для лечения самое современное. У нас в больнице по нашей специальности присвоен третий уровень. Это, в принципе, уровень краевой больницы. Выше только федеральный идет, федеральных научных центров. У нас специфика такая, к сожалению, для их счастья у города, что у нас очень приходится сталкиваться с людьми многоиногородними. То есть мы поэтому контактируем с другими учреждениями страны, в том числе ведущими с Москвой, с Санкт-Петербургом. Недавно в Санкт-Петербурге были пациенты, которых мы долго решались доверять нам или нет. Может быть, спецрейсом на самолете в Санкт-Петербург, там есть Центральный институт имени Турнера, полететь. Долго консультировались мы с директором института, академиком Баин Дурашвили. Но в результате провели две операции. Мальчик пострадал на горных лыжах, кстати, еще тоже проблема была зимняя. И получили полное подтверждение Центрального института, что помощь оказана максимально квалифицированной, максимально качественной. Даже, скажем, комплименты в наш адрес были сказаны, что немаловажно, учитывая, что это исходит от федерального центра, от академика и специализированного лечебного учреждения. У нас есть электронно-оптический преобразователь, который в операционной нам помогает интероперационно видеть необходимую нам информацию о операциях на костях. Есть современные коагуляторы, которые помогают остановить кровотечение, даже крупных сосудов. Общаемся с коллегами нашими по городу, в частности, вот 4-й больнице, бывает, нас выручают по сосудистым операциям. Ну и мы также участвуем, соответственно, где можем помочь. Поэтому, в принципе, у нас достаточно возможностей для оказания помощи в этом городе на достаточно вполне квалифицированном уровне. Ну а как квалификацию, свою квалификацию повышают врачи 9-й горбольницы? Это может быть участие в конференциях, выезд куда-то, обмен опытом? Ну, безусловно, да, вы правы, что и выезды есть, и сейчас технологии современные нам помогают в том, что сейчас многие конференции, допустим, если мы раньше ездили в Краснодар, Ката, Петербург, Москву, то сейчас телеконференции – это обычное дело, мы сидим в актовом зале, и нас видит лектор, и тот, кто проводит демонстрацию, и мы увидим, и общаемся, что называется, онлайн. Недавно была конференция в Краевая, провелась в 4-й больнице под повреждением таза, очень актуальная проблема при дорожных транспортных происшествиях, очень-очень серьезная, которая тоже вызывает массу различных осложнений после травм. Недавно была именно специализирована детская конференция, проводилась Краевая детская больница, тоже по телеконференции мы участвуем. Когда возможность есть, позволяет время, то ездим на конференции в Центральные клиники, в Москву, в Санкт-Петербург. Кроме того, у нас обязательно раз в 5 лет повышение квалификации, то есть сертификационный цикл обязательно месячный проводим или на базе Краевой больницы, или на базе Центральных клиник. Плюс, конечно, общение с коллегами, которые тоже нам добавляют опыта в различных областях. Это замечательно, очень радует. Ну и в заключение нашей программы хотелось бы подвести итог нашей беседы. Все-таки рекомендации родителям. Сейчас многие приедут к морю с детьми из разных регионов России. Как уберечь детей от травм и на море, и на суше? Вот несколько рекомендаций. Что нужно знать в первую очередь? Ну, в первую очередь, это рекомендации и для местных жителей, и для приезжих. Все-таки, что дети – это дети, хотя они современные и самостоятельные, все-таки надо за ними следить, это обязанность родителей. Это прежде всего, если вы будете знать, где ваш ребенок, чем он занимается, и будете знать это достоверно, то это уже лучшая профилактика всех возможных травмопроисшествий. Дальше, естественно, если вы не оставите без присмотра, надо прежде всего по погоде, чтобы ребенок был одет и обут. То есть это важная вещь, чтобы она была и удобная ребенку, и в то же время безопасная, потому что много различной одежды, особенно обуви, которая неустойчивая, и стесняет движение, особенно в походы ходят дети, на лошадях катаются, на чем-то еще, это нужно об этом подумать заранее, что одеть на ребенка, что обуть, чтобы ему было удобно прежде всего, красиво и тоже второстепенно. Опасности они, по идее, на каждом шагу постерегают, и даже очень много бытовых травм, я хотел отметить, что в элементарной ситуации, что люди завтракают на кухне, ребенок тянет рукой, хватает там чайник или кастрюлю, пока там мама, папа отвернулись, и ужасные ожоги бывают, кончая тем, что палец в розетку, гвоздь, скрепку, спичку. То есть дети – это сектор повышенной опасности. Есть случаи падения из окон детей, падения с крыш, гаража с опорных стен. То есть это все нужно учитывать, куда вы с ребенком идете, куда вы его отпускаете. Ну и естественно, с этим нужно беседовать о правилах поведения вообще, о правилах дорожного движения, чтобы он, естественно, не переходил улицу в неположенном месте, чтобы знал, сигнал светофора. Ну и в принципе общие истины, которые всем известны, о которых мы просто, к сожалению, забываем. Ну да, они оставляют без присмотра и уделяют больше внимания детям. Да. И это залог лета без травм. Залог благополучного лета без травм, совершенно верно. Игорь Викторович, спасибо большое за очень интересный разговор. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был кандидат медицинских наук, ведущий специалист, врач-травматолог-ортопед городской больницы номер 9 Игорь Шеламов. Спасибо большое. Пожалуйста. Всего доброго. Спасибо. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин